МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все главные новости дня узнаете в подробностях. Ей Екатерина Лысенко. Здравствуйте и смотрите в выпуске. Трибуна стерпит, из-за чего нардепы ссорились и чего по очереди требовали. Исчез и нашелся. Зачем правоохранители нардепа похищали и как его громко искали. Дела небезопасные, что искала СБУ сразу в нескольких областных советах. В парламенте сегодня дежавю. И блокирование трибуны, и плакаты на ползала. Впрочем, есть и кое-что новенькое. В Раду приехал генпрокурор, мобилизировал нардепов, и они дали старт в процедуре заочного осуждения. А еще в сессионном зале появился никому неизвестный британский аудитор, претендующий на проверки НАБУ. И еще исчез народный депутат. Но обо всем по порядку. Если вчера митинговали у здания парламента, то сегодня эпицентром протеста стала трибуна. Ее то и дело блокировали по очереди, и чуть ли не каждый вопрос рассматривали с криками и заявлениями. Если что, и смогли спокойно принять, так это правки генпрокурора в уголовно-процессуальный кодекс относительно заочного осуждения. Основное завдание этого закона – добавить к статье, которые подойдут заочному осуждению, статью 255 «Створение злочинной организации». Наразі такой статьи, на жаль, там нема, что он уможливает покарание за экономические и военные злочины. Друге, в этом законе вводится точное правило обрахования терминов, что неможливее старание адвокатов Януковича и его компаний в европейских судах. По словам Луценко, в генпрокуратуре 119 уголовных дел. Он называет по фамилии на всех, кого закон поможет осудить. Ваше решение сегодня чекает Янукович, Захарченко и вся его комарилья, включено и с теми, кто подозревается в розселе Майдана. Это Шуляк, Ратушняк, Якименко, Азаров, Пшонка, Кусюк, Тоцкий и много других. Замечения к правкам есть, но все неурядицы нардепы обещают, как второму чтению, согласовать. Что же такое особенно сложные криминальные злочины? Это будет отдаваться на рассуд тем податковым милиционерам, тем прокурорам и тем следствиям, которые остались сидеть в своих кабинетах. В первом чтении правки в УПК проголосовали, а дальше трибуны окружили нардепы сразу всех фракций. ЗАЛу предлагали голосовать за закон, который снимает налогообложение при получении наследства. Но в этом документе вдруг появилось исправление, которое возобновляет работу налоговой милиции. В стране сейчас есть податковая милиция, которая убивает бизнес. Мы не имеем права вернуться к этому органу. В тело этого закона засунули ложку дёгтю, даже не ложку, а бочку дёгтю. Мы не ликвидировали податковую милицию с 1 сентября. Мы выправляем техническую помилку, которая допущена номерологами. В итоге блокада у трибуны взяла верх. Правки о налоговой милиции убрали из закона о наследстве, а за документ успешно проголосовали. Чего не скажешь о следующем решении. Раде предложили назначить аудитора в НАБУ. Вот только его кандидатура для многих оказалась неожиданной. Я хотел бы запропоновать от имени фракции партии Блок Петра Порошенко и политической партии Народный фронт кандидатуру до Найджана Брауна до склада комиссии зовнішнего контроля проведения незалежной оценки аудито эффективной деятельности Национального декорупционного бюро Украины. При этом профильный комитет антикоррупционный о кандидатуре ни сном ни духом. У меня величезное прохание к пана Найджела Брауна, которого я вижу вперше. Вас тягивают в величезную оборудку. Те люди, которые вас запросили и поселили в готели, делают вас объектом маніпуляций и ганьби для всего парламенту. У меня вопрос к другому кандидату, который возник как из ящика Пандора в нашем сессийном зале. Пане Браун, назвать имя конкретных украинских политиков, с яким вы контактували, с яким вы бачилися в Киеве або за кордоном. Бо вы будете аудитором головного антикоррупционного органа в державе. Но с кем договаривался британский аудитор, сказать так и не смог. Заверяю вас, я сам оплатил перелет, сам оплатил отель, сам платил за такси и еду. Я не знаю имени депутата, у меня есть корреспонденция в моем офисе, и я могу всем вам ее показать. В итоге назначение так и не состоялось. Зал к кандидатуру британца не поддержал, а возле трибуны очередные недовольные. Сегодня большинство фракций самопомощи, сегодня, сам и сейчас, звезды, отъезжают к парням на сход, для того, чтобы встать поруч с ними, и показать, что торговля на крови колонизирует украинскую державу. Это реакция самопомощи на то, что вчера профильный комитет не поддержал закон об оккупированных территориях, хотя и зал его поддержит вряд ли. Мы должны понимать про наследки. Если это просто огульный закон, для того, чтобы отвернуть увагу от проблем в своем родном месте, Львове, где и пошла политическая сила самопомощь, то я так и не поддерживаю. Мы категорично против тех радикальных законов, которые пропонуют самопомощи и другие фракции, потому что мы считаем, что то, что мир признал Минские угоды единым дипломатическим шляхом, это правильным, и мы должны, как страна, как страна, идти по этому шляху и наполегливо втеливать в жизнь мирный план, в регулирование конфликта. Все им, что это будет черговое загострение ситуации. Устав и от блокирований, и от перипетий нардепы пошли на перерыв, а после главной темой дня стала пропажа нардепа Гончаренко. Екатерина Лысенко, Ольга Рысер, Владимир Самченко, Вадим Сферидонов. Подробности телеканал Интер. Таинственная история с пропажей нардепа Гончаренко наделала шума и в парламенте, и в СМИ, и в благосфере. Ближе к обеду силовики заявили, дескать, жив-здоров. И все это была спецоперация, чтобы предотвратить покушение на народного избранника. Но вопросы остались. Хронология событий и подоплека исчезновения в материале Александра Васильченко. Информация о том, что нардепа Алексея Гончаренко выкроили, появилась еще утром. Владимир Горковенко в дружеских отношениях с парламентарием. Говорит, накануне звонил ему, чтобы договориться о встрече. Мы с ним говорили в вечере, перед одним из его эфиров. И я спросил, какой план у тебя на пятницу. А он сказал, что я планую поехать до Одессы, потому что у меня там возникла какая-то проблема. Если эту проблему вырешу в течение четверга, тогда в пятницу вернусь назад на заседание. Спустя некоторое время спецслужбы подтвердили информацию о похищении Гончаренко. Но что на самом деле произошло и где нардеп, было окутано тайной. Поэтому коллеги парламентарий не уставали строить конспирологические версии. У многих были представлены любить Гончаренко, да, из политических причин. И особенно там он последним временем довольно жестко действовал против Российской Федерации. Мы видим. Я не слышал про какие-то проблемы в семье. Я не слышал про, ну, мы знаем, что у него бизнеса, как такого нет. Поэтому, очевидно, все-таки, единственная версия, ну, з моей точки зрения, которая теоретично возможна, это политическая деятельность. Я ему телефонировала на его мобильный номер телефона. Он без звездка. Ну, соответственно, это, я думаю, что будет ускладывать для спецслужб установление его местознаходжения. Но вот журналисты в то время, когда никто не мог ему дозвониться, заметили, что похищенный пользуется телефоном и в течение дня несколько раз был в сети. Первое дело, как журналист, я утром взял, просто я проверил, когда телефон Гончаренко, у меня есть его номер, был ли его телефон активен. Он был в Вайбере, там, без чего-то 10. 10-14, кажется, он был в WhatsApp, и в районе 14.10 или 14.05 он находился в телеграмме активно. То есть, ну, очень странно. Все точки надыра ставили спецслужбы. Говорят, что это была спецоперация, и показывают кадры сделки исполнителя и заказчика. А потому, что я не сделал, еще никто не умрел. А мы слепой ехали, все. 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 Что, мама? Хватит. О готовящемся заказном преступлении против парламентария утверждают в СБУ, якобы знали заранее и пошли на опережение. Дескать, сепаратистская группа, которая действует в Одессе, планировала расправиться с Гончаренко. И с этой целью провели спецоперацию, и инсценировали его похищение. Потом связались с заказчиком, якобы, чтобы передать парламентариям. Замовление размещалось, как так можно сказать, не на убийство, а на нанесение тяжких телесных ушкоджений. То есть, подкреслили, чтобы избавить зору с использованием кислоты и нанести ушкоджения с использованием молотка. Были вылечены все речевые доказательства. Сам Гончаренко во время спецоперации не пострадал. Охотно раздает интервью и говорит, знает, кто за этим стоит. Было трое, я знаю имя одного. Александр Кушнарев, депутат от оппозиционного блока. Чей сын, Геннадий Кушнарев, был одним из лидеров боевиков Одесского антимайдана в 2014 году. И погиб во время событий в Доме профсоюза 2 мая. Тогда, 2 мая в Одессе, произошли трагические события. Во время пожара погибли десятки человек. А сам Гончаренко был активным участником Евромайдана. Но почему именно сейчас он стал жертвой заказного преступления? Вопрос. Александр Кушнарев, которого подозревают в причастности к этому делу, сейчас задержан. У него и подельников проводят обыски. В оппозиционном блоке считают, это все хорошо спланированная провокация. Здесь опять же тоже вопрос, скажем, Гончаренко делает это сам, для самопиара. Либо это была попытка отвлечь внимание общества от слов господина посла о том, что необходимо Украине выполнять Минские соглашения. Изюминка всего стало недавнее сообщение о том, что оказывается тесть, которая работала в Газпроме водителем, одолжил Алексею Алексеевичу 700 тысяч долларов, с которых он, в общем-то, и раскрутился, по его словам. Это такое коллективное творчество Одесского областного прокурора, Одесского областного начальника СБУ. Это люди, которые потеряли всяческие берега и профессиональной этики, и порядочности, и элементарных человеческих правил. Это грязная провокация, замешанная на дешевом политическом пиаре. Политический путь Гончаренко непростой. В 2005-м был членом партии регионов, прошел в парламент. Во время революции достоинства находился в Крыму и выступал против отделения. В парламенте нынешнего созыва член фракции блока Петра Порошенко. А недавно отличился тем, что в знак протеста оставил надпись на фрагменте берлинской стены у посольства Германии, что привело к международному скандалу. Александр Васильченко, Ирина Романова, Андрей Анастасов, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. А вот блогеры обратили внимание на новостные ленты сайта Интерфакс. История одной операции в заголовках. 13.40. Неизвестное похитили Гончаренко. 14.10. К поискам подключилась СБУ. Почти через полтора часа оказалось. Похитителей сепаратистская группа убивать нардепа. Они не собирались, хотели зрение лишить. Еще через 10 минут Гончаренко в безопасности будет давать показания как потерпевший. Еще почти через час уже в эфире одного из телеканалов. Позже оказывается, спецслужбы длительное время вели эту группу, планировавшую теракт. Нардеп помог поймать злоумышленников. А потом стало известно, что его пытался похитить отец активиста, погибшего в Одессе 2 мая. Так что это было? Спецоперация, инсценировка, провокация, пиар или самопиар? Дать ответ на этот вопрос мы попросили криминалистов. А если мы будем говорить про спецоперацию, про которую было заявлено, то спецоперации проводятся в информационной тиши. И то, что до факта, как будто выкрадение, повернуто столько внимания СМИ, я думаю, что это была ключевая мета. Спецоперации проводятся в тиши именно для того, чтобы не залякать людей, которые потом станут подозрюванными. Для того, чтобы спецоперация не пошла по какому-то незапланованому сценарию. С взглядом на все те гучные истории, которые происходят с Гончаренко, больше хочется верить в то, что эта история инсценирована именно для того, чтобы мы сейчас про нее говорили. А политологи проводят параллели. За любым провалом коалиции в Раде следует либо череда громких задержаний, либо загадочных похищений. И подозревают, что история с Гончаренко из этой же серии таинственных закономерностей. Тут общая тенденция. Условно говоря, технология, когда вот на нас покушаются враги, условно говоря, а теперь давайте консолидируемся вокруг нас и все вместе будем защищать страну. Это же не первое покушение. Совершенно темная история с покушением на Герасченко, которого в конце концов опровергнул его же шеф Аваков, который подтвердил, что он не имеет доступа вообще к следственным материалам. И нету связи между покушением на Герасченко и убийством Шеремета, хотя до этого говорилось совершенно обратно. Мы видим прощупывание тем и предвыборной кампании, скорее всего, досрочных выборов. Вопрос доверия. Столько фейков было вокруг покушений. Даже если что-то серьезное случится, то никто же не поверит, что реально произойдет. И очень показательная была реакция оперативной социальных сетей и людей, которые это комментировали. В Одессе сегодня не обошлось без конфликтов. Впрочем, столкновения 23 февраля в городе уже традиционны. Кто против кого выступал и почему полиция прибегла к задержаниям? С подробностями Андрей Анастасов. С утра одесситы идут на Аллею Славы возложить цветы к памятнику неизвестному матросу. Говорят, для них День Советской Армии – праздник. Но впереди кордоны полиции и нацгвардии. Правоохранители объясняют, поступил анонимный звонок о якобы минировании этой территории. Поэтому внутрь никого не пускают, работают взрывотехники. Но люди расходиться отказываются. Одесситы поют песни военных лет и танцуют. За всем этим в стороне наблюдают активисты майдановских организаций. Они пришли выразить протест против торжеств в честь 23 февраля. Этот день они называют праздником оккупантов. Возникают словесные перепалки. И вот в какой-то момент полиция решает задержать одну из женщин. У нее на одежде георгиевская ленточка. Куда вы забираете? Куда вы забираете? Куда вы забираете? Простите, ребята. Отпишите человека. Ей как плохо. Она что, задержала кого-то? Она кого-то ударила или что? В чем проблема? Суматоха, толчия. Соратники пытаются отбить пенсионерку у полиции. Но правоохранители в итоге увозят ее в райотдел. Позже объясняют, женщина совершала хулиганские действия. И чтобы не начались массовые беспорядки, ее задержали. Согласно закону украинской полиции, есть такое понятие, как превентивное мероприятие. Полиция провела превентивное мероприятие с целью недоповещения дальнейших конфликтов. Женщину из райотдела тут же отпустили, а вот на аллее страсти не утихали. Идеологические оппоненты продолжали осыпать друг друга оскорблениями. Иногда это приобретало весьма необычные формы. Одновременно с этим полиция частично сняла кордон. Людям разрешили проходить к памятнику небольшими группами. Святые одесситы все же возложили. Поклонимся нашим отцам и дедам. Теперь полиция ожидает повторения подобных событий 10 апреля. В этот день Одесса отмечает годовщину освобождения города от гитлеровских захватчиков. А значит, будет возложение цветов и снова угроза уличных волнений. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Сразу в нескольких областных советах СБУ по решению суда сегодня изымало документы в рамках дела открытого ГПУ. Напомню, глава службы безопасности и генпрокурор на днях заявили о раскрытии российской агентурной сети, которая пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине. Продолжит Инна Белецкая. Дверь в кабинет первого зампредседателя Ривненского облсовета Александра Корнечука закрыта. За ней сотрудники СБУ и чиновники. Мне особо никто ничего не говорил, но за информацией работники СБУ выучают документы областной ради. А где самое проходит обшук? Примещение областной ради. По всем примещениям или конкретным? Канцелярия. Канцелярия. А какие самые документы? Все. Через два с половиной часа СБУшники выходят с пакетом документов. Теперь будут изучать, имеют ли эти бумаги отношения к действиям российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине. А сам речень Ривненской областной ради 2016 года, где местятся окременные депутатские заявления и лоббирование интересов, которые соперечат Конституции Украины. В частности, в один из направлений по дестабилизации входило штучное инициирование федерализации Украины, создание специальных экономических групп. Председатель облсовета объясняет, действия правоохранителей нельзя назвать обыском. Никакого обшуку ни в него, ни в меня, ни в будь-яких кабинетах областной ради не проводилось. Обысковы были отдельные документы, которые работники аппарата им надали. Это документы, которые касаются сессии 17 червя и 4 листопада? Ну, практически да. По информации наших источников, речь идет о проектах решений двух сессий облсовета – июньской и ноябрьской. Июнь бютовец Николай Кучерук внес на рассмотрение проекта обращения к президенту, премьеру, о необходимости заключать договоры о распределении полномочий между Кабмином, областными администрациями и советами. Тогда голосование отложили, и некоторые депутаты назвали проект сепаратистским. Позже, уже в ноябре, радикал Александр Васильев внес поправку к своему проекту об обращении к президенту, председателю Верховной Рады и премьеру об урегулировании вопроса добычи и оборота янтаря. Речь шла опять же о четком распределении полномочий между Кабмином и местными советами. Поправку не поддержали. Николай Кучерук говорит, что никакого отношения к агентуре не имеет и больше не пытался внести такое решение после того, как оно вызвало неоднозначную реакцию. Конечно, я снял это решение, и для того мне не нужно никаких политических дивиденций. Поэтому я думаю, что не там шукают ворота наши спецслужбы. Александр Живосильев комментирует, что либо вообще отказался. Сегодня обыски в рамках того же уголовного производства прошли еще как минимум в двух облсоветах. Житомирском и Ивано-Франковском. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривны. С первого марта снова подорожает электроэнергия. Это уже пятый этап повышения тарифов. Новые расценки для населения будут такими. Если ежемесячное потребление не превышает 100 киловатт, то за каждый придется заплатить 90 копеек. Если же ваш счетчик накручивает более сотни киловатт, тогда тариф почти гривня 70. По словам экспертов, 70% украинцев будут платить по максимуму. При этом электричество, скорее всего, продолжит дорожать. Ведь безубыточный для энергетиков тариф 2 гривни 32 копейки. Именно такую сумму назвали в профильной нацкомиссии. Вырасти могут скоро и цены на газ. В подорожании голубого топлива нардепы из объединения депутатский контроль обвиняют главу нафтогаза Андрея Коболева и требуют его отставки. По их данным, Коболев закупил природный газ по 180 долларов за кубометр, что почти на 40 долларов дороже обычной цены. И это нанесло ущерб стране на общую сумму 3 миллиарда гривен. Мы подготовили заявление к премьер-министрам о терминовой проверке и отставке пана Коболя от предприятия предприятия «Нафтогаз». И это заявление подписали за несколько часов 20 народных депутатов. Нам не нужны керевники, которые получают миллионные заработки щ месяц и крадут на миллиарды. «Пан Гройсман, остановите Коболева. Терминово нужно отстранить его от работы, проверить проверку КРУ, все, что там произошло». На режим энергоэкономии переходит все больше предприятий страны. Часть из них на грани остановки. Таковы последствия торговой блокады с оккупированной частью Донбасса. Напомню, она продолжается уже больше трех недель, из-за чего Украина недополучает энергетический уголь. На связи со студией Олег Решетняк из Донецкой области. Олег, здравствуй. Расскажи, кто пополнил ряды жертв блокады? Добрый вечер, Катя. Блокада продолжается. Вместе с блокадой, как грибы, после дождя появляются все новые и новые проблемы. Вот, к примеру, Мироновская Тесна, которой в обычном режиме функционируют два котла, теперь вынуждены использовать мощности только одного, где в качестве горючего нужен лишь газовый уголь. Второй котел отключили, он вырабатывает теплоэлектричество на угле антрацития, а поставки этого топлива блокируют уже больше трех недель. А вот Краматорский ферросплавный завод и вовсе оказался на грани закрытия. Для производства нужен исключительно коксующий уголь, а главная сложность в том, что если придется останавливать доминую печь, то возобновить ее работу будет уже невозможно. В корне полностью застынет металл, а печь это фактически и есть весь завод. – 1200 сотрудников окажутся безработными, поскольку восстановить доминую печь малыми силами не получится. Минимальные сроки капитального ремонта доменной печи – порядка шести месяцев, и это не один миллион долларов. – Кроме этого, предприятие частично обеспечивает электричеством Краматорск. Остановка завода может привести к верным отключениям, как, впрочем, и в других городах Украины, где возникли перебои в работе электростанций. Так вот, по мнению экспертов, до полной темноты в квартирах и домах осталось уже не так уж много времени. – Час Че и возможность верных отключений может наступить куда быстрее, чем 40 суток. А уже если 40 суток пройдет и ничего не поменяется, то, к сожалению, это будет уже суровая реальность. – Генерация перешла в режим чрезвычайного положения, я бы сказал, аврального положения. Растет угроза возникновения чрезвычайных ситуаций аварийности. Мы видим заявление со стороны правительства относительно того, что чрезвычайное положение может быть продлено до лета, а может быть и до конца года. – В правительстве сегодня уже в который раз призвали прекратить блокаду, ведь с каждым днем нагрузка на экономику страны только возрастает. Премьер Гройсман заявил, что он готов обсуждать вопросы ликвидации контрабандной торговли, отметив при этом, что энергетический уголь не является частью незаконного товара оборота. – Треба всем украинским патриотам осмыслить то, что происходит сегодня, критично на это подивиться и с метою того, чтобы доставить успеху и побороты, контрабанду и будь-яку торговлю незаконными товарами, неприпустимыми товарами, мают все сделать для того, чтобы створить такие публичные механизмы. Я готов и тут до полной взаимодействия. – Мы продолжаем работать здесь, в Луганской и Донецкой областях. Будем держать вас в курсе важных событий. – Олег, спасибо тебе за последние новости. Боевики за прошедшие сутки 41 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате двое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО. Не прекращаются бои и в Авдеевской промзоне армейцев накрывают огнем из гранатометов и стрелкового оружия. Репортаж Геннадия Вивденко. Букта пополняем. Пытается к нам поближе подлезть. Для этого у нас есть свои нюансики. По чуть-чуть не утопаемся. У военных сейчас нет времени для передышки. Боевики не прекращают огонь круглые сутки. Дуже работают снайперы с 12-го калибра. Нам приходится иногда отвечать своей стрелковой. Усилили патрули, люди практически не отдыхали. АГС, противник провокирует нас на ответ. Обстановка у тебя. На приеме. С 12 часов работаю пулемет Калачникова. А так в основном ночью все работаю. Там может минут через 10-5 простреливают каждый раз. Сквозь бойницы наши воины наблюдают, как во время коротких перерывов боевики укрепляют свои позиции. Затем снова открывают огонь. Бой сегодня идет с ночи. Начали уже нас обстреливать. Позиции наши и соседние. С РПГ и автоматического оружия. Терпели, терпели, терпели. В полчетвертого немножко уже стрельнули сами. Замолкли. Они не любят, когда по ним стреляют. Морозы и снегопады сменились оттепелю. Сейчас дождь и сильный ветер. В окопах полно талой воды. Мало что огонь противника, так еще и февральская распутица наступила. Сейчас бойцы выкладывают ящиками такие мосты на дни окопов. Для того, чтобы как-то передвигаться здесь на линии фронта. В такую погоду, по крайней мере, по пластунски лезть где-то очень плохо. Тише не будет, но, по крайней мере, подлазить вот так вот близко совсем никто не будет. Чтобы выйти из Авдеевской промзоны, приходится дожидаться короткого перерыва между обстрелами. Враг продолжает огонь из автоматических гранатометов. Геннадий Вивданко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканала Интер из Донецкой области. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Мусорный игнор. Почему львовский мэр не слышит ЦУ по решению проблем с отходами? Инсулиновые махинации. Почему в Николаеве препараты опять закупаются скандалами? За чей счет летали? НПК будет выяснять, сколько главный фискал страны выложил за поездку на инаугурацию Трампа. Оскаровская неделя. Как политика повлияла на церемонию вручения одной из самых престижных наград в мире кино? Бывшие владельцы Приватбанка могут стать фигурантами уголовного дела. Если согласованный СМВФ, независимый аудит покажет, что они сознательно довели банк до банкротства. Об этом в интервью Рейтер заявила глава Национального банка. По словам Гонтаревой, новый менеджмент Приватбанка нанял для оценки активов компанию Ernst & Young. Кроме того, по требованиям МВФ, выберут международную компанию для управления проблемным портфелем. Это делается, цитирую, чтобы не было оценок активов по неправильной стоимости, было понятно, кто является их собственником и как должники будут отдавать кредиты. До конца июня, сообщила глава НБУ, аудиторы должны проверить, смогут ли компании, которым давали займы, погасить их в ближайшие 5-10 лет. Если нет, Нацбанк будет с ними судиться. В Голосейском районе Киева сегодня средь бела дня ограбили банк. Как сообщили в столичной полиции, в одно из банковских отделений зашел мужчина, пригрозил клиентам и сотрудникам пистолетом и забрал из кассы все наличные, после чего скрылся. Сколько денег вынес, правоохранители пока не говорят. А в суммах около 4-х часов утра вооруженный мужчина пытался ограбить банкомат. Сработала сигнализация, полицейские выехали на место, грабитель к тому времени успел банкомат взорвать. Увидев правоохранителей, открыл огонь. Один из оперативников получил ранение в голову и шею, его прооперировали, затем спецбортом отправили в Киев, сообщил глава НОС-полиции Сергей Князев. Чтобы задержать злоумышленника, полицейским пришлось применить оружие. Стреляли по ногам, известно, что задержанный. Житель Броваров, бывший сотрудник СБУ, уволенный в ноябре прошлого года. Сейчас проверяют его причастность еще к 8 подобным ограблениям в суммах. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. В полиции не исключают, что у грабителя был сообщник. По милиции ему делалось неоднократное предупреждение, на которое он не реагировал. И было принято решение применить анестрельное оружие по ногам. В результате чего он упал, после падения скинул сумку и попытался дальше скрыться, сделал еще несколько выстрелов. Киевская прокуратура взялась за команду бывшего столичного мэра Черновецкого. Накануне вместе с правоохранителями провели 25 обысков и по месту жительства бывших чиновников, и на предприятиях, которые были задействованы в незаконной схеме. Через Киевсовет времен Черновецкого незаконно выделили 4 участка, а это 45 гектаров земли на территории заказника Жуков-Остров. Ущерб свыше 80 миллионов гривен. Во время обысков изъяли документы и денежные средства. Четырем столичным экс-чиновникам объявили о подозрении о превышении служебных полномочий. Но причастных может быть и больше. Есть ли среди них Черновецкий, в прокуратуре не говорят, не называют и фамилии подозреваемых. Это люди, которые работали в Киевском городе администрации в 2007 году. А нынешний мэр Львова Андрей Садовой, похоже, не может решить главную проблему мусорную. Почему городоначальник никак не может или не хочет найти место для полигона, узнавала Галина Якушко. Ситуация со львовским мусором снова зашла в тупик. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, что только не предлагал Андрею Садовому. И специально приехал во Львов, чтобы передать участок под свалку и мусороперерабатывающий комплекс. И жителями Грибовичей договорился о рекультивации полигона. Но мусор и ныне во Львове. Участок в Яворовском районе под свалку мэру не подошел. Это при том, что он выбирал участок сам. Поручение найти капризному львовскому городоначальнику новый участок получил от премьера и губернатор Львовской области Олег Синютко. Но и тот не может добиться от мэра какого-то внятного ответа. Мы на сегодняшний момент не получили никакой официальной ответственности от городской области о том, что она отказывается от запропонованной отделки. Или не получили никакой официальной выставки экспертной комиссии. Считается так, что проблема сегодня есть в небожании городской области решить эту проблему. А Садовый словно и не слышит ни премьера, ни губернатор, ни возмущенных горожан. И словно заезженную пластинку повторяет одно и то же. Мы ожидаем, что в ближайшее время государственные органы власти покажут нам деланку с документами, с всеми дозволами, где можно такой полигон облаштовать. Мы готовы за местные деньги такой полигон облаштовать. И гонорирует Садовый и поручение премьера по рекультивации Грибовицкого мусорного полигона считают местные активисты. Ну а пока мэр в поисках участка, в Львове снова накапливается мусор, его снова вывозят с перебоями, а улицы города опять напоминают помойки. Галина Якушко, Светлана Шекера, Юрий Голубинко, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Львов. А Львовская коммунальная АТП номер один закупила автобусы-призраки. В январе прошлого года предприятие потратило 67 миллионов гривен на приобретение 55 машин, но по факту получили только 15. На маршруты они так и не вышли, но, как уверяют в мэрии, сейчас в гараже. Еще 10 автобусов якобы вернули производителю на доработку. Остальные, по словам чиновников, еще не готовы. Так ли все это, на самом деле, теперь выясняет военная прокуратура. Открыто уголовное производство, правда, ничего не комментирует. Действие тайное следствие. Зато мэр города нам сегодня заявил, что новые автобусы выйдут на маршруты до конца весны. Николаевская прокуратура начала расследовать аферу с закупкой инсулина. В полиции делом занимались почти год и не продвинулись ни на йоту, говорят прокуроры. Напомню, в прошлом году поставки инсулина в Николаеве задержали на 2 месяца. И в этом году схожие проблемы. Подробнее расскажет Кирилл Ющишин. Запасы инсулина в Николаеве почти исчерпаны. В облздраве опять проблемы с проведением тендера на закупку лекарств для диабетиков. Общая сумма сделки почти 4 миллиона гривен. Конкурс объявили 19 февраля, но в тот же день остановили. Говорят, произошла техническая ошибка. В документах забыли указать международное название препарата. Мы как бы максимально быстро устранили это нарушение и на следующий день подали новое объявление. У нас уже была практика в прошлом году, нам блокировали торги. Это все оттянуло закупку инсулина почти на 3 месяца. Прошлой весной плановая закупка инсулина была сорвана из-за вмешательства замгубернатора в тендерный процесс, утверждает бывший руководитель базы медицинских препаратов Сергей Лежинцев. Мол, его вызвали на ковер к замгубернатору и сообщили, какая компания должна выиграть закупку. Она его представила как юриста, который должен меня консультировать. Оказалось, что он владеет из 8 участников фирмы, которые участвовали на закупку инсулина. Он овладел 4 этими фирмами. Но Лежинцев написал заявление в полицию. Компании, интересы которых лоббировали чиновники, обратились в антимонопольный комитет и заблокировали тендер. Из-за этого закупку пришлось отложить на целых 2 месяца. Их городские диабетики остались без инсулина. Бывший замгубернатора по социальным вопросам Оксана Янашевская обвинение отрицает. Утверждает, что все было иначе. Полиция хоть и возбудила дело по факту злоупотребления чиновников, но ничего не расследовала. И вот почему. В этом деле однозначность и политическая составляющая, потому что Оксана Янашевская все-таки относится к народному фронту. Мы знаем, что Аваков это народный фронт, поэтому и национальная полиция Николаевской области абсолютно не расследовала данное дело. После года бездействия полицейских уголовным производством займется прокуратура. Вскоре обещают обнародовать результаты расследования. На данный момент в проведении активно триваются ученики, складаны детальные планы с того расследования. И я думаю, что в самые такие, ну, розумные строки, которые предбачены КПК, и когда идут возможность, там мы сможем завершить с того расследования и приделать винные ответственности. Сергей Леженцева, директора базы медпрепаратов, который не побоялся придать огласке коррупционную схему, вскоре сместили с должности. Сейчас в Николаевской области полностью сменилось руководство администрации. Население инсулином обеспечено до конца первого квартала 2017 года. А по нашим подрахункам, после закончения процедуры торгов, инсулины уже начнут постачаться в березне месяце. Медики надеются, что в этом году закупка пройдет без скандалов, а диабетики получат жизненно необходимые препараты. Реформа, обещанная Минздравом, когда каждый инсулинозависимый сможет получать лекарства в аптеке, а не у врача, пока остается только в проекте. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев. Сергей Пашинский хочет получить статус потерпевшего в деле о конфликте с Вячеславом Химикусом, которого нардеп-фронтовик накануне Нового года ранил в ногу из своего пистолета. В Печерский райсуд столицы уже подан соответствующий иск. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Сергей Каплин. Слушание назначено на 7 марта, а рассматривать дело, пишет депутат, будет судья Новак, на которого в высшую квалификационную комиссию уже подано десятки жалоб. В частности, на то, что этот служитель Фемиды кинул государство на 20 миллионов евро. Судья, который рассматривает эту дело, является очень удобным для Народного фронта и абсолютно подконтрольным Народному фронту. Это судья Новак, который обвинется в систематическом преступлении закона. Я уверен в том, что такой судья был специально назначен для расследования дела Пашинского. Я уверен в том, что это попытка смыть кровь из рук Пашинского. Мы будем клопотать от общественности, чтобы такого судья оттороняли от дела. Совет судей требует от нацполиции объяснений из-за попытки задержать служительницу Фемиды. Конфликт между Викторией Китюк и правоохранителями произошел 21 февраля. Сама судья уверяет, патрульные без объяснения причин надели на нее наручники и силой затолкали в автомобиль. Отпустили только после того, как приехала ее начальница. В совете судей возмутились, почему полицейские нарушили неприкосновенность служителя Фемиды. Нацполиции пока детальных комментариев не дают, сообщают только, что этот инцидент был связан с нарушением Китюк правил дорожного движения. Вот фрагмент видео, снятого в тот вечер. Восколько обошлась чиновникам поездка на инаугурацию? Трампа и за чей счет летали? Нацагентство по предотвращению коррупции проверяет главу фискальной службы Романа Насирова. Проверить его визит в Штаты попросил министр финансов Александр Данилюк. Об этом написала глава нацагентства Наталья Корчак на своей странице в Фейсбуке. Но не уточнила, началась ли уже проверка и когда ждать результатов. По информации президентского инаугурационного комитета США, путешествия и участие в церемонии могли стоить от 25 тысяч до миллиона долларов. Соглашение об ассоциации Украина и ЕС. Сегодня свое слово должен сказать нидерландский парламент. Ратифицировали депутаты соглашение или нет? Рассмотрение вопроса отложили до позднего вечера. Все подробности сейчас узнаем у Елены Зориной. Она сейчас в Голландии. Лен, здравствуй. Расскажи, какие результаты голосования и что они означают для Украины? Да, Кать, добрый вечер. Но все-таки ратификация состоялась. Я бы сказала, что это на самом деле полупобеда. Решение, по сути, было компромиссным между Брюсселем и Гаагой. Голландцы оттягивали ратификацию как могли. Сначала был референдум, когда 60% жителей высказались против. Затем оттягивали голосование в парламенте. Ну и, собственно, Нидерланды это единственная страна, член ЕС, которая не поддержала ратификацию. Чтобы голландцы сказали, да, по их требованию в документ нужно было внести вправки. В частности, в нем нет обязательства оказывать Украине военную помощь, а также предоставлять нашим гражданам право проживать и работать в Евросоюзе. Но и самое важное, документ не дает Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Лишь после этого правительство Нидерландов одобрило документ. Ну и также сегодня за него проголосовали в Нижней палате парламента. Поддержали документ 89 из 150 депутатов. И хочу сказать, что все происходило по особой процедуре у каждого депутата. Спрашивали, поддерживает он ратификацию или нет. Ну и само голосование происходило, собственно, в последний день. Завтра в палате представителей уже не работает. Ну и почему же полупобеда? Потому что на самом деле это решение еще должен поддержать Сенат. Ну и тут снова возможны проволочки. Потому что в стране должны состояться совсем скоро парламентские выборы. И вот потому сейчас в лидерах евроскептики. Это представители партии Свободы, которые, собственно, в прошлом году и особо выступали за референдум, который заблокировал ассоциацию. Так что вот сейчас, возможно, еще будут сюрпризы. Кать. Спасибо, Лена. Ждем от тебя еще новостей. Оскар на подходе. В Калифорнии собираются гости на церемонию вручения одной из самых престижных наград в мире кино. Она состоится уже в это воскресенье. Как и почему на Оскар в этом году повлияли выборы и политика. Мой коллега Дмитрий Анопченко об этом. Все это по похожему сценарию происходит уже не один десяток лет. В день, когда на Голливудском бульваре стелят первый рулон знаменитой красной ковровой дорожки. Здесь, в Лос-Анджелесе. И стартует Оскаровская неделя. Событие, за которым без преувеличения следит весь мир. Под угрозой срыва может оказаться все. Четыре дня до награждения. А декорации окажутся не готовы. Кто-то из звезд в последний момент решит не приезжать. Кто-то из номинантов начнет диктовать условия. Но только один процесс здесь всегда строго по расписанию. Ковровая команда минута в минуту начинает расстилать красную дорожку. Ведь любую накладку можно исправить. А вот если из-за неровного стыка на ковре кто-то из актеров упадет во время церемонии. Это уже не просто скандал. Пятно на репутации. Поэтому все дни здесь будут ликвидировать малейшие щелочки. Дальше расставят трибуны для гостей. Вот-вот привезут огромные фигуры Оскаров. Пока что их перекрашивают, чтобы в кадре выглядели как новенькие. Для чего потратят сотни литров золотой краски? Оскар всегда был вне политики. Но в этот раз избирательная кампания, которая разделила Америку, и гильдию киноактеров тоже разделила. Кто-то из них искренне поддерживал Хиллари, кто-то зарабатывал на этом. Кто-то был вне политики, но теперь испуган иммиграционными указами Трампа. В любом случае впервые в официальном Оскаровском расписании вместо одной из вечеринок теперь будет демонстрация. Авторитетное актерское агентство, которое много лет подряд приглашало гостей вместе отпраздновать, теперь зовет своих партнеров и клиентов митинговать. Ведь Голливуд традиционно принимал мигрантов отовсюду. И в новой политике Белого дома многие видят сейчас угрозу. Протесты проходят и в эти дни, неподалеку от Голливудского бульвара. Участвуют пока не киношники, а иммигранты. Те, у кого бумаги не в порядке. Те, кто боится, что теперь их попросят покинуть страну. Или даже депортируют. Я не выдержу Трампа, просто не выдержу. То, что он делает, вызывает у меня страх, как и у страны. Политика нашей страны абсолютно неэффективна. Давайте говорить правду. Впервые за всю историю премии власти опасаются, что митинги могут быть даже в день церемонии. И обещают усиленные меры безопасности, чтобы звездным гостям демонстрации не помешали. Впрочем, актеры и сами молчать не будут. Так что, по всем прогнозам, «Оскар» в этом году может быть очень политизирован. Это касается и того, каким фильмам и темам киноакадемики отдадут сейчас золотые статуэтки. Хотя, несмотря на все обилие политических событий и страстей, главное здесь все-таки же не политика, а кино. Из Лос-Анджелеса Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер. Наряды Леди Ди, секс-перерыв на работе, как способ сохранить семьи и самый большой айсберг, который вот-вот отколется от антарктических ледников. Об этом и не только в нашем международном обзоре. В Лондоне покажут наряды Леди Ди. Среди модной истории принцессы Дианы легендарные вечерние платья, мятного света, вызвавшие фурор на Каннском фестивале, темно-синее, в котором она танцевала с Джоном Траволтой на приеме в Белом доме, деловой красный костюм и многое другое. Авторы выставки в Кенгсингтонском дворце хотят продемонстрировать, как менялся стиль Леди Ди с годами. Для посетителей экспозиция откроется уже завтра. Дональд Трамп станет звездой карнавала в Астинах в Германии. Так считают производители париков в городе Нойштадт-Байкобург, Баварии. Днем и ночью они безустанно делают парики с прической нового американского президента. Каждую новую партию мгновенно раскупают. Немцев не отпугивает даже цена. За каждый парик придется выложить от 20 до 30 евро. В Швеции обеденный секс могут начать оплачивать работодатели. Местный политик пер Эрик Мускас выступил с инициативой ввести для работающих оплачиваемый часовой перерыв во время рабочего дня, чтобы люди могли отправиться домой и заняться сексом. Мускас считает, что шведские семьи и просто влюбленные проводят мало времени вместе. И такой перерыв им просто необходим. По мнению политика, нововведение поможет улучшить отношения между парами. В США отец поспорил на 20 долларов с сыном, что тот взберется на спину быка. Все бы ничего, но сыну всего 4 года. Мать и сестра мальчика опасались, что это может быть опасно. Однако не остановили ребенка. Отец же бросился на помощь, только когда бык с малышом на спине вскочил на ноги. Позже на своей странице в Фейсбуке мужчина опубликовал фото счастливого сына с 20 долларами и объяснил, бык их домашний животный и мальчик каждый день кормит его с руки. От антарктических ледников вот-вот отколется один из крупнейших в истории айсбергов. Ледяная гора величиной с Киевскую область может отделиться уже через несколько недель. От основного шельфа ее отделяет огромная трещина, которая каждый день растет и уже почти достигла края ледника Ларсон-С. Если глыба льда растает, уровень Мирового океана поднимется на 10 сантиметров. За последние десятилетия из-за глобального потепления уже откололись и растаяли части ледника Ларсон-А и Б. Больше новостей на нашем сайте, подробности.ua. А завтра не пропустите информационный вечер с Алексеем Лихманом. Я же желаю вам всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин